Вот поэтому я бы наверное хотела сейчас обратиться к Роберту Янгману это наш международный эксперт Роберт он признанный эксперт не только организации экономического сотрудничества развития но и рабочей группы еврокомиссии которая фактически разработала таксономию Евросоюза по устойчивым инвестициям Роберт я хотела бы задать вам следующий вопрос как вы оцениваете сегодня то что все-таки в странах Нидерланды Китай Япония Франция Евросоюз в целом сегодня еще и Россия все-таки имеет некие различия в понятии зеленых финансов и устойчивого финансирования в целом да это фрагментирует рынок это первый вопрос а второй можете ли вы назвать лидеров да какая страна вот именно страна сейчас по вашему мнению является лидером в развитии зеленых финансов Роберт большое спасибо надеюсь вы меня слышите Антонина я также хочу поблагодарить организаторов за то что дали мне возможность поучаствовать в этой дискуссии с такими известными докладчиками хочу сказать что наш совет занимается вопросами инвестиций и зелеными финансами и сейчас нам очень хотелось бы удержать в рамках полутора градусов цельсия потепления климата и мы видим что сейчас беспрецедентное беспрецедентное снижение выбросов происходит и в этом контексте хочется сказать что устойчивое финансирование оно расширяется и встает вопрос устойчивое финансирование оно устойчиво в плане защиты окружающей среды или нет то есть как устойчивое финансирование помогает сохранять природу и здесь очень вовремя эта дискуссия дискуссия с финансистами и тут есть один аспект вопроса о котором вы заговорили почему текущие стандарты устойчивого финансирования не дают пока еще тот позитивный результат в плане защиты окружающей среды и уменьшение выбросов как мы ожидаем у нас войсор происходит исследование и что мы обнаружили проекты с зелеными облигациями действительно не обязательно дают реальное снижение выбросов и тут встает вопрос вопрос о том кто и что больше всего влияет на эту ситуацию давайте рассмотрим сначала этот вопрос если говорить о зеленых облигациях важно помнить выпуск зеленых облигаций не является обязательным для того чтобы снизить выбросить выбросы да есть те у кого даже растут выбросы кто пользуется зелеными облигациями и потом сама система она еще в развитии и отчетность отчетность она неравномерно разрознена и методы отчетности даже разные и стандарты стандарты они сегодня привязаны к рынку сегодняшнему рынку поэтому эта таксономия устойчивого финансирования нам очень важно разобраться в определении того что такое устойчивое финансирование также как и в россии в других странах это важно и естественно речь идет о влиянии новая таксономия которая у нас имеется в европейском союзе она будет применяться и в финансовой отчетности и в разглашении всех требуемых законом данных и как вы говорили ваш российский стандарт вы выверяете его строчку за строчкой и это важно сейчас в европейском союзе мы будем обсуждать как различные дефиниции зеленого финансирования устойчивого финансирования можно конвергировать чтобы не было различий в их понимании и интерпретации и в прошлом году например в октябре мы обсуждали этот вопрос вопрос таксономии и тут действительно важно привести под единый знаменатель то есть гармонизировать таксономию которая используется в разных странах и на разных рынках и вы начали с обсуждения истории с volkswagen да на самом деле мы видели ситуацию когда компания заявила о снижении выбросов которого не было на самом деле поэтому мы понимаем что само определение что такое зеленые у каждого она пока что разное и поскольку много интерпретации и понимание этого поэтому пока не удается прийти к единому знаменателю поэтому вопрос почему в разных странах мы действительно совершенно по-разному понимаем что такое зеленый да потому что у каждой страны и своя повестка свои задачи и определение определение которое вы например предложили это когда компания финансирует свою деятельность в рамках сохранения природы но мы это видим на рынках где используются зеленые облигации и продукции и услуги там где все таки существуют еще несмотря на использование зеленых облигаций еще и выбросы и проблемы но естественно очень важно очень важно гармонизировать понимание этого термина как еще на это можно посмотреть сейчас очень важная тема поднимается переходных финансах переходное финансирование там где компания у которой достаточно высокий уровень выбросов при этом стараются снизить его или добиться нейтральных выбросов но все равно это означает что компании должны двигаться в направлении защиты окружающей среды то есть становиться зеленее скажем так то есть понятно что устойчивое развитие здесь и социальные аспекты и другие нужно учитывать и то что вы говорите да к сожалению пока что ситуация очень разрозненная фрагментированная и пока что не наблюдается консолидация на рынке устойчивого финансирования и зеленых облика облигаций и конечно мы понимаем что есть есть один лидер нет все на самом деле конечно не так просто но мы понимаем что сейчас систематически идет обсуждение как сделать финансовую систему более устойчивой и если говорить о таксономии то да очень важно добиться значимого вклада в защиту окружающей среды но при этом очень важно не нарушить этот баланс